Здравствуйте! В эфире программа «Жизнь и дорога» и я ведущий Валерий Седов. Сегодня мы в гостях у лаборатории безопасности общаемся с Щеголевой Людмилой Алексеевной, заведующей этой самой лаборатории. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, давайте, да, с общего вопроса. Где мы с вами находимся? Что это за место? Мы находимся в ресурсном центре дополнительного образования. У нашего центра много направлений. Одно из них – это профилактика дорожно-транспортных происшествий среди детей. Ну, вот у вас, мы тут сидим за столом, тут за столом очень много всяких световозвращающих элементов и наклейков. Для чего все это нужно? Да, в 2017 году наш центр получил передвижную лабораторию безопасности автомобиль, который как раз укомплектован всем необходимым оборудованием для того, чтобы проводить занятия с детьми по профилактике дорожно-транспортного происшествия и для знакомства детей с правилами дорожного движения. И здесь как раз представлены, ну, немного представлены того оборудования, с которым мы работаем. Это подарки, которым мы раздаем детям, световозвращающие элементы. Мы обязательно говорим детям о том, что необходимо всегда на рюкзаках, на куртках, на каких-то там брюках иметь световозвращающие элементы, потому что в темноте, когда едет машина, она освещает вас фарами, водитель видит, что идет пешеход. Это памятки, памятки для родителей, памятки для детей, памятки для педагогов. Тоже раздаем на наших занятиях, с удовольствием все берут и пользуются ими. Литература по правилам дорожного движения, подарки нашей тетради, причем для разных возрастов, для дошкольников, для средней школы, младшей школы и для старшеклассников. Оборудование, которое мы пользуемся на наших занятиях, ну и, соответственно, одежда, которую мы используем световозвращающими элементами, жилеты, дорожные знаки, пазлы. Все это используем мы на своих занятиях. То есть вы преподаете детям в такой игровой форме. Почему такой способ выбран? Ну, во-первых, это федеральная программа была. Когда нам передавали автомобиль, у нас с нами проводили курсы, приезжали из Москвы люди, которые занимаются этим изначально, настроили нас на очень серьезную работу, потому что достаточно много дорожных транспортных происшествий происходит с детьми. Мы обучились, мы рассказали, мы побеседовали. Нас сориентировали на то, о чем прежде всего надо говорить детям. Перед нами поставили цель. Вот тоже была большая перед нами дилемма, как начать работу, что делать. Мы выбрали форму квест-игры. То есть у нас работает по пять-шесть педагогов. Мы встаем на разных территориях, и каждый стоит со своей станции. У нас станция, стол, планшет. Есть специальный стол, на котором нарисована улица. Мы ставим машины, проговариваем с детьми ситуации, как переходить дорогу, регулируемый пешеходный переход, нерегулируемый пешеходный переход. Оказалось бы, это просто, а оказывается, и регулируемый пешеходный переход несет в себе очень много опасностей. И вот мы всегда задаем детям вопрос. Вот вы же подошли, и зеленый человечек замигал. Что вы будете делать? Что вы будете делать? Стоять на месте нельзя перебегать. Очень хорошо. А почему? А потому что светофор переключится, машины поедут. Правильно все. Но дело-то в том, я вам скажу, а вы потом последите. Светофор бегает всего три раза. И за это время, за три секунды, мы просто не успеем перебежать дорогу, чтобы не создать аварийную ситуацию на дороге. Самая главная цель наша, о чем мы всегда говорим ребятам, вбиваем, внушаем им. Ребят, дорога – это одно из самых опасных мест. И наступая на проезжий путь, вы должны помнить, что вы должны выйти в целости, в сохранности, сохранить свою жизнь и здоровье. И не причинить неприятности водителям. То есть, получается, у вас как? Занятия проходят с детьми младшего школьного возраста? У нас занятия проходят с детьми всех возрастов. Мы приезжаем в школу, мы приезжаем в начальные классы, в средние классы. Мы, например, берем все первые классы. Вот буквально вчера мы были в 75-й гимназии. Мы берем все первые классы, но мы взяли поток четвертые классы, пять классов. У нас было пять станций. Педагоги стоят на станции, как я уже сказала, стол, планшет. Станция «Безопасный велосипедист», когда у нас стенды. Значит, и там ребятам рассказывают, как безопасно переходить дорогу с велосипедом, с самокатом. Затем станция «Реакция водителя». Станция «Пазлы» может быть у нас. И там, в зависимости от того, если у нас, например, получается больше детей, мы можем добавлять станции. Мы можем добавить станцию какую-то игровую со знаками, еще что-то. Но в основном мы с этими станциями работаем. Четыре-пять станций у нас таких. В мою просто школьную бытность детей обучали. То есть меня обучали, это всегда приходил сотрудник, который читал скучную лекцию. Вот вам, как человеку, который непосредственно присутствует на этих занятиях, вот отклик детей. Как? То есть дети заинтересованы больше в этом? И про сотрудника, который читал скучную лекцию. Мы работаем в тесном содружестве с сотрудниками госавтоинспекции. И сейчас уже сотрудники не читают скучные лекции. Они встают у нас тоже на наши разные станции. Они очень любят работать с велосипедами, с самокатами. Это летом, когда мы на улице, объяснять ребятам, как надо проезжать и что делать, что правильно, что неправильно, как переходить дорогу на самокате, велосипеде. Вот. Также они любят работать со световозвращающими элементами. То есть у нас сейчас нет уже скучных лекций. Поэтому, да, я когда на съемках смотрю, как дети играют в лабораторию безопасности, я даже немного им завидую, что в мою школьную бытность вот такого вот не было. Но вы, получается, работаете круглый год. То есть и летом это самокаты, велосипеды. Нет, не только самокаты, велосипеды. Мы выезжаем летом. Летом мы чаще всего работаем в лагерях в школьных, в оздоровительных лагерях. Между сменок работаем с детками с ОВЗ. Бывают смены такие. То есть мы рассказываем о правилах дорожного движения, работаем со всеми детьми. Мы начали с того, что начальную школу мы берем, мы берем среднее звено, мы берем старшее звено. Но старшее звено чаще всего у нас получается в лагере где-то летом. Вот летом, конечно, у нас больше возможностей. Больше возможностей по времени мы можем больше потратить на нашу игру. Больше выложить оборудование из нашего автобуса. А в школе, ну, тоже мы интересно проводим. Мы успеваем в течение урока 40-45 минут. У нас ребята проходят 4 станции, 5 станций. Очень хорошо. Отзывы. Очень приятно бывает, когда нам ребята, особенно ребята, учителя благодарят. Это понятно, это взрослые. Это когда ребята нам говорят о том, что как интересно вы рассказываете все. У вас так интересно слушать. У нас вот висят плакаты, но это плакаты. А вот с вами интересно. Мы гордимся, мы рады этому. Ну, вот цель была сократить количество ДТП с детьми. Вот, может быть, госавтоинспекция делится с вами статистикой. Пошла ли эта статистика на убыль? Ну, к сожалению, вы сами понимаете, дорога очень сложное место. Бывают годы, когда действительно статистика пошла на убыль. Но, как говорят госавтоинспекции, нам говорят о том, что чаще всего дети у нас все-таки, вот, если бывают какие-то неприятные такие случаи, родители в машине. Тут мало что зависит от детей. Хотя мы внушаем, говорим, пристегиваться, пристегиваться, пристегиваться. Ну, вы сами понимаете, это дорога. К сожалению, в этом году, это наше личное наблюдение, мы еще не разговаривали с госавтоинспекцией, что и как, очень много было аварий с самокатами и с велосипедами. Потому что не переводят, проезжают, выскакивают на проезжую часть. Водитель не успевает вовремя сориентироваться. Хотя, ну, казалось, чего проще, слез с велосипеда, с самоката, перешел, потом сел, дальше поехал. То есть, вот так вот. Осень как раз-таки один из самых опасных сезонов. Может быть, напомним, какие там такие основные правила, которые важно соблюдать сейчас детям при походе из школы домой, из дома к школе? Какие вот осень? Безусловно. И начиная наше занятие, мы разговариваем, конечно, больше о пешеходах. И говорим детям о том, что расскажите нам, пожалуйста, какие пешеходные переходы вы знаете? Надземный, подземный. Это самое безопасное. Там машины не ездят. Если у вас даже 100-150 метров, я всегда говорю, ну, пройдите. Вы потренируетесь и физически получите удовольствие от того, что пройдете и будете в безопасности. Перейдите по этому пешеходному переходу. К сожалению, их у нас немного. А дальше подробно я хочу сказать о нерегулируемых пешеходных переходах. Когда стоит знак переход и зебра, у школ есть у всех эти переходы. Вот тут никто нам с вами никогда не подскажет, как переходить, что переходить. Я всегда говорю ребятам о том, что вы сами должны оценить обстановку. Поэтому мы, переходя улицу, смотрим налево, убеждаем, что все в порядке, направо. И сейчас новые правила мы еще раз смотрим налево. Потому что, сами понимаете, машин много, скорости большие. Поэтому объясняем это все ребятам. Дошли до середины. Посмотрите, направо убедитесь, что все в порядке. Та машина, которая вас пропускала, стоит. Водитель никуда не торопится. Перешли, хорошо. Все. Это первое. Ну и вот, как мы говорили, регулируемые пешеходные переходы тоже несут нам сюрпризы. Вот вы уже, первый случай мы с вами разобрали, когда вы подошли, замигал. А второй такой, вот вы начали уже движение по дороге, и вдруг светофор замигал. Что будем делать? Ну, как уже обговорили, стоять, ну, если зеленый человечек замигал, то мы стоим, не двигаемся. Так, а мы уже на дороге. А мы уже на дороге, тогда бежать сломяк. Так, вот смотрите, вы правильно говорите, но ни в коем случае не бежать сломяк голову. А ускориться, это правило, которое сейчас для пешеходов, передумали правило сотрудники ГИБДД, потому что, ну, обстановка такая, надо нам сохранять свою жизнь. Вот, ускориться и перейти. А ребята чаще всего, я всегда говорю, еще что, ребят, как вы думаете, они нам дают три варианта. Второй вариант, встать посередине и подождать. Правильно, островок безопасности, как бы он существует, верно. Но если ты видишь, что машины тебя пропускают, то есть мы на дороге должны быть очень внимательны и всегда следить, то ты должен продолжить движение, ускориться. И еще один ответ, который я люблю, когда ребята говорят, они говорят, повернуться и бежать. Так вот, по дороге мы никогда туда-сюда не бегаем, потому что это очень опасно. Ну, просто даже вот так, по жизни ситуации. Вы прошли какое-то расстояние, водитель видит, что вы уже прошли, все, и он начинает движение. И в это время вы побежали назад. Что будет? Беда будет. Ну, вот об этом надо говорить ребятам постоянно. И, конечно, сейчас продолжается сезон велосипедов и самокатов. И, конечно, вы должны переводить велосипеды, а не ехать, не выскакивать. Самокаты то же самое. И сейчас уже рано темнеет. Поэтому световозвращающие элементы никто не отменял, а наоборот, приветствуется. На рюкзачках много сейчас, на одежде много. Но если вдруг нет, вот прекрасные наши браслеты. Ись одел сюда, на руку, пожалуйста, да хоть на ногу. Это у нас получается непосредственно тот самый автомобиль лаборатории безопасности. Что у нас здесь? Это тот самый автомобиль лаборатории безопасности. Здесь все необходимое для наших занятий. Конусы, которые мы ставим, когда мы с ребятами ездим на велосипедах, на самокатах. Как я говорила, дверь, где находится как раз для самых маленьких. Наши загадки, которые мы им загадываем, когда проводим занятия. Вот стол, планшет наш. Где как раз дороги, по которым двигаются автомобили. Да, дороги, по которым автомобили. Где мы ставим знаки, пешеходы у нас ходят здесь. Это наши стенды. Безопасность велосипедиста. Пожалуйста, световозвращающие элементы. Ребята решают не такие уж сложные, но достаточно интересные задачи. Где какие световозвращающие элементы разместить на велосипеде. Как одеть нашего мальчика-велосипедиста. Там велосипеды-самокаты. Стойки для светофоров. И вот, собственно, вот эта вся лаборатория безопасности как раз-таки передвигается от школы к школе. Да, да. Эта лаборатория безопасности передвигается от школы к школе, от лагеря к лагерю. Мы до самых морозов, пока дорога позволяет, ездим по области. Мы были во всех, без исключения, районах нашей области. Вместе с сотрудниками ГИБДД, которые, конечно же, нас поддерживают. И инспектора в районах. Мы с ними очень дружим. Они тоже с нами проводят занятия. Мы немножко переместились за пределы лаборатории безопасности. И вот Евгения Михайлина расскажет нам о конкурсах, в которых участвует она. Что за конкурсы, которые вы проводите, детей, в которых участвуете? На основании письма Минпросвещения России в этом году у нас год юбилейный, 50 лет, как образовались отряды юных инспекторов движения. И мы совместно с Министерством образования Рязанской области, Управлением госавтоинспекцией по безопасности дорожного движения УМВД России Рязанской области и областным бюджетным государственным учреждением дополнительного образования «Ресурсный центр дополнительного образования» Мы объявили в начале сентября конкурсы. Один конкурс у нас творческий, называется «Безопасная дорога детям». Следующий конкурс у нас для отрядов юных инспекторов движения. Он называется «Безопасное колесо». И конкурс, который впервые проводится в этом году, для педагогов, которые проводят занятия по безопасности дорожного движения. И этот конкурс называется «Сердце, а даю ЮИД». Также в конце сентября у нас отправляются команды на всероссийский конкурс. Первый конкурс у нас всероссийский по безопасному колесу для юных инспекторов движения. А второй конкурс у нас по всероссийскому первенству по автомногоборью. Если говорить о перспективах, какие планы у лаборатории безопасности на последующий месяц, в последующие годы работы? Ну, самое главное у нас улучшить работу с родителями, потому что дети смотрят на своих родителей, и родители являются примером. Вот. И мы планируем проводить родительские собрания совместно с инспекторами по пропаганде безопасности дорожного движения, устраивать анкетирование, семинары, практикумы. Это была программа «Жизнь и дорога». Не переключайтесь, дальше будет еще интереснее. Продолжение следует...